Современный ритм жизни очень быстрый. За один день человеку необходимо успеть сделать много дела, а при этом еще хочется уделить время чтению. Цифровые технологии сильно облегчают жизнь любителям литературы. Гаджеты экономят время и делают чтение более доступным. 18 сентября отмечается Международный день электронной книги. Какой вариант книг электронной или бумажной предпочитают сыровчане, выясняла наша съемочная группа. Электронная книга в нашем мире сейчас становится более популярной. Ее можно взять с собой на отдых или даже начать читать в магазине. А какие книги предпочитают читать сыровчане, пойдемте узнавать. Электронные книги читаете? В общем-то да. А расскажите, чем они сейчас полезны? Ну, во-первых, я могу сделать удобный шрифт при плохом зрении и выбираю то, что мне нравится в любое время. Мне кажется, все-таки такие бумажные лучше. Ну, это более как бы удобно читать электронные книги, потому что когда ты находишься дома, ты можешь спокойно скачать, не выходя из дома, грубо говоря. Но я и бумажные читаю книги также, ну обычные. Электронные не читаю, предпочитаю бумажные. Хожу в библиотеку лет 30. До сих пор в библиотеку Маяковского. А чем бумажные лучше, чем электронные? Держу их в руках, могу вернуться, если забыла какое-то имя. Ну, мне нравятся бумажные. Скажите, пожалуйста, книги читаете? Читаю, но простите, у меня время нечего. Наверное, за книгой торопится. Для меня, естественно, бумажные. Почему? Ну, я не знаю, с детства привык. Вот. Я не могу читать. Мне, не знаю, как-то неудобно, это не мое. То есть, вот то, что ты книжку держишь, как будто душой у нее вселяешься. Бумажные, но книги лучше читаются, короче. Почему? Ну, приятнее. Ну, больше бумажные, наверное. Вот тут вот как раз сегодня ходил в библиотеку. А могу показать, в принципе. Давайте. Давайте. Терри прачета. Но все равно гаджет – это другое. Это немножко другое. И, ну, не знаю, я, наверное, более такой старомодный. Я читатель читателю, взяла книжечку, потом парочку своих принесу. Каждый день читаю. Когда я пошла на пенсию, много лет назад, я тебе сказала, ни одного дня без чтения, ни одного выходного без культурного мероприятия. Совсем не важно, друзья, какие книги читать – электронные или бумажные, ведь главное же – развитие. Для вас опрос проводили Ирина Ужгород, свои Владимир Лисик. Ирина Ужгород, свои Владимир Лисик.